Сидя в бункере и размышляя о злостном НАТО, Владимир Путин задался интересным вопросом. Так, а сколько же он собрался воевать? Сколько россияне должны воевать? И такой, вы знаете, это все может быть длительным процессом. То есть, опция парад на Крещатике за 2-3 дня заменилась опцией длительный процесс. И очередной раз Путин, думая, что же он затеял, он говорит, ну вот мы земелькой приросли. Про Херсон мы уже сегодня вспоминали. И говорит, что включение в состав, как они говорят, Российской фашистской федерации 4-х украинских регионов еще. То есть, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, Крыму, это вот и есть главное достижение. Там Манек вспомнил, я даже зацитирую, чего же там греха таить. И Азовское море стало внутренним морем Российской федерации. И еще он там вспомнил про Петра Первого, который боролся за выход к Азовскому морю. То есть, этот имперский бред, он говорит о том, что еще чуть-чуть и каблуки у Владимира Путина станут еще выше, потому что он будет требовать обращаться к себе как император, большой-большой начальник, который тоже вот прирастает земелькой. Тут же с этими землями есть один момент. Ты-то говоришь, что это российская территория и собрался длительное время за них воевать, но ты же их не завоевал. И это самое главное. И тут народ все время морщит репу. Как это так? Вы, идиоты, ушли из Херсона, областного центра, российского, как они называют, и теперь ложите в лобовых атаках на Бахмут этих несчастных мужчин. Несчастных, ну, если они такие тупые, ну что ж, убьем всех. Это здесь очень-очень просто. Но вот эта вот дискуссия, когда же закончится война, она заинтересовала россиян. И вот все сегодня об этом говорят в Москве. Смотрите, конференц-кол Дмитрия Пескова звонят у сам Путина и спрашивают его, когда закончится война. А он и отвечает, все зависит от Зеленского. Вот как Зеленский скажет, так и будет. Не верите, я абсолютно четко цитирую. Значит, в Кремле считают, что, значит, здесь, да, вот Песков рассказал, когда может закончиться СВО. Вот что они там считают в этом Кремле своем. Здесь можно рассуждать до посинения. Какие интересные аналогии, да, когда закончится война. До посинения. Если учесть, что от синьки умирают российские мобилизованные, частенько не доехав до Украины, то эта фраза имеет такое забавное продолжение. Так вот, Песков говорит, Зеленский знает, когда это все может закончиться. Это может закончиться завтра при желании. То есть, внимание гражданам Российской Федерации. Вы вообще понимаете, что ваша судьба теперь зависит от Зеленского? Ну, в нашем случае у нас все-таки государство, оно не персонифицированное. То есть, от Украины. То есть, вы довоевались до того, что как Украина решит, так и будет. К этому процессу подключилась в части дискуссии, когда будет закончена война, и наша старая подруга, подруга нашего канала, сумасшедшая Маша Захарова. Ну, такая эталонная нацистка. Она говорит о том, цитирую, США, исходя из документов на поставки вооружений, планируют подогревать боевые действия, как она говорит, на Украине, как минимум до конца 2025 года, россияне, вы чувствуете, значит, подогревать боевые действия. То есть, оказывать нам военную поддержку, военно-техническую поддержку, чтобы мы отстреливали российских оккупантов. То есть, у нас сейчас, что у нас, конец 22-го, это, значит, 23-й, 24-й, 25-й год. Вот. Это американские планы. Ну, там, ребята, они работают немножко по-другому. Они неоднократно проговаривали вот эту тезис, что мы думаем о облике сбройных сил Украины в среднесрочной и дальносрочной перспективе. Поэтому такие контракты. Там и про Носамсы новые, которые нам заказали, и, соответственно, Хаймарсы. Все это есть. То есть, часть поставляется непосредственно с армейских складов армии в США, а часть заказывается у производителей. Тем самым создаются рабочие места и всякое такое. Кстати, Путин тоже рассказывал, что все делается для того, чтобы западный мир воспрял духом и начал клепать танки. И да, там действительно ВПК работает на полную катушку. Только вопрос, а кто в этом виноват? То есть, получается, что до 2025 года это видят так американцы. Но в связи с тем, что это значит, что Украина никуда не денется, и россиянам тоже придется воевать. Раньше они здесь говорили, ну в смысле там, что у них главный союзник это армия и флот. И с армией проблемы, и с флотом проблемы. А все почему? Потому что последних 22 путинских года у них главными союзниками были нефть и газ. И они на самом-то деле справлялись с поставленными задачами значительно лучше. Но теперь беда и для нефти, и для российского газа, потому что его будут покупать по тем ценам, которые нужны покупателям. Ну вот они там хотели какой-то газовый хаб сделать с Казахстаном и Узбекистаном. Что сделали такие гордые государства, как Узбекистан и Казахстан? Привет вам большое всем из Киева. Послали эту идею российскую. Почему? Потому что они хотят санкции. А во-вторых, зачем им вытягивать? То есть, я так понимаю, смысл был такой, что российский газ каким-то образом попадает в Казахстан и становится казахским. И бабки идут в Кремль, на войну и так далее. Люди посмотрели на это и сказали, что, ребят, мы в эту глупую игру играть не будем. Что еще? Путин, исходя из своих вот этих вот самых честных заявлений, он же никогда не врет. Вот не соврал, что он не сумасшедший. Он заявил, что не будет второй волны мобилизации. И вопрос. Опять не соврал, да? Во-первых, первая волна мобилизации не закончилась, потому что нет соответствующих указов. И неоднократно публиковались в сети документы, которые свидетельствуют, что набор российских мужчин в российскую армию продолжается. И как раз они говорят, указа нет, значит, иди сюда, пойдешь на мясо. Такая вот штука. Он там рассказал, что вот у нас 150 тысяч солдат в резерве. Некоторые начинают размышлять, чтобы захватить Украину надо 5 миллионов российских солдат. Напомню просто российским солдатам, что нашим Хаймарсам все равно, сколько вас. Потому что в одной ракете там сотни тысяч специальных поражающих элементов. И размажет всех. А Маша Сахарова сказала, что уже есть план производства для украинских солдат и офицеров только в США до 2025 года. При том, что сейчас тренд такой, что наши европейские союзники начинают поставлять частенько не меньше, чем американцы. Вообще отличное соревнование. Кто больше поставит оружие и боеприпасов Украине? Не говоря уже о частных инвестициях и донатах нашей армии. На чем строится победа Украине? Вот мне вчера или позавчера Игорь из Израиля написал, говорит, что я служил в израильской армии, у меня от нее остался костюм зимний. Хочу отдать украинскому солдату. Вот он уже на почту отнес его. И вот он, этот груз уже идет в Киев. Костюм, кстати, пойдет в 4-ю танковую бригаду, скорее всего. То есть, вы понимаете, есть государство, есть общество стран, и все поддерживают Украину. Потому что мы боремся с фашизмом. И россияне каждый день подчеркивают, что они нацики. Нацисты, нацисты, нацисты. Из последнего, что у нас наш дорогой Папа Римский, на которого мы немножечко наговаривали, говорит, да, Россия все больше и больше похожа на нацистское государство. Такое впечатление, что он, ну, в смысле, Папа Римский подписался на мой YouTube-канал точно так же, как и вы. И вот возвращаемся к тезису Владимира Путина о том, что он не будет проводить мобилизацию снова. Напомню, тот, кто забыл, 2-го марта, простите, не 2-го, 8-го марта этого года, то есть 22-го года Путин говорил, что не будут тут воевать ни срочники, не будет призыв резервистов. Ну, что это значит? Ну, да, это значит, что Путин не соврал. Точно так же, как и с пенсионной реформой и так далее. Правда, тут никто не задается вопросом, если надо проводить мобилизацию, куда делась армия, предыдущая кадровая, вот эта, которая по парадам ходила, никто на этот ответ ответить, на этот вопрос не может дать ответ. Какая интересная штука. Теперь вот он говорит, вот мы приросли земелькой, и война будет долгой. То есть, другими словами, вот это вот Азовское море стало нашим внутренним, я Петр Первый. Другими словами, он говорит, что вот наша задача удержать вот это. Говорит Путин, а мы знаем, что он никогда не врет. Я напомню, что заявляя о вторжении в Украину 24 февраля этого года, он говорил, что наша цель – деноцификация и демилитаризация Украины. Мы не ставим своей целью оккупацию украинских территорий. А что сейчас мы видим? Сейчас вот они Мелитополь оккупировали, говорят, это наша точно так же, как Херсон. Идинический. Сегодня Дмитрий Песков снова говорит, наша цель не стоит оккупация украинских территорий, мы просто хотим освободить то, что было снова оккупировано Украиной. И это просто действительно похоже на какой-то паноптику, на идиотизм. Согласитесь, да? Идиотизм в Кремле. Звучит? По-моему, звучит. Вопрос так и ставится, что… Сейчас найду это сообщение, где Дмитрий Песков размышляет, как же и где же закончится война. А, вот оно. Песков заявил, что о присоединении новых территорий к России речь не идет, но в новых регионах есть оккупированные территории, которые предстоит освободить. И это вы собираетесь делать без новой волны мобилизации. Об этом, ну, в смысле о присоединении новых территорий речи не идет, говорит Песков. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий в ряде новых регионов. Еще есть оккупированные территории, которые предстоит освободить. То есть… Ну, а это же Перл, это из области того, что оккупированные территории Украины Киевом или киевским режимом. Воевать вы будете долго, но почему-то вот этот вот тезис о том, что, блях, а если мы проиграем, то придется вернуть и Крым, и будет трибунал, который готовят наши французские друзья. Да, чей Макрон? Наш Макрон. Будут и репарации. И Оля в своих днях шоу, а Оля, конечно, мы всех по-разному ее называли, от сливного бачка до любимой куклы Путина, тут Кабаева сразу берет ее фотографию, бросает дротик и говорит, жечь ее. Но, тем не менее, Оля никогда не была дурой. И вот я зацитирую просто ее несколько словечек, которые были произнесены в эфирах. Вчера, сегодня. Например. Мы не будем полноценным игроком этого нового мира. Говорит Оля. Кто с нами будет разговаривать, если мы не одержим победу? В Украине победу. А речь идет о влиянии России, ее весе вообще в мировой политике, в частности, там, где Сирия и так далее. Вот в этом регионе. Кто с нами будет общаться, если мы не можем победить Украину? Они даже используют слово-сочетание «уходит доминант». И на его место приходят новые игроки. Однако, до сих пор остается загадкой. Что значит победить Украину? На парад в Киеве? Ну, парад сожженной российской техники в Киеве был на Крещатике 24 августа. Я ходил, смотрел. Репортаж есть на канале. Отличное зрелище. Для этой красочности не хватало только трупов российских солдат. Ну, с другой стороны, мы же гуманные люди. Ну, а так впечатляет. Украина в Киево. Подпись. Украина в Киево. Украина в Киево. З aíăăăăăăăہ. Бlăăăăt. Vă酒ăiți.